Хороший кофе в аэропорту Бикино. Стоит всего лишь даже плэт-вайт по 15 юан. Мне кажется дешево. Да, плэт-вайт за 2 доллара кажется вообще прям дешево. Китай раньше кофе казался дорогим после Европы и повышение цен вообще это сейчас копеечная цена, тем более в аэропорту. Вот он, Мэннер. Лечу я в Ардос. Вот сюда. Самолет Air China. Смотрю, у всех тут водичка в каждом отсеке. Мелочи приятно. Ну что, в аэропорт уж забрали. Безумилизм. Ни фига не яркая мазанка была с плацборна Сина. Безумилизм. Кашемир. Вот зачем все приехали. Знают, что из Ардоса Безумилизм. 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 По сравнению с Кокином. Градусом на 10. Захватнее где-то. Градуса 20. И это такой кайф. После 37. Вообще бомба. Усадили в автобус. И прикольно, что таких деталей выявляются в процессе. Что-то у тебя есть какая-то немецкая компания. Ну все, довольно официально все. Я смотрю, и отель неплохой. Рум-тур. В принципе, нормальный номер. Туалет, ванная. Как всегда, стеклянная. Стеклянная перегородка, чтобы можно было видеть, как кто-то моется в душе. Вот комната. Здесь у меня две кровати. Не знаю, будет ли кто-то еще со мной. Не хотелось бы, конечно. Но я подозреваю просто, что у них не хватает одноместных номеров. Такой вид из окна. Крутецкий, можно сказать. Отличный высокий отель. У меня тут 16 этаж. В креслице есть лампочка. Кровати вполне нормальные. Чистенькие. Беленькие. Все good. Я доволен. Интересно, вот такие лампы практически везде, в Китае, в гостиницах. Я не знаю. То есть, зеленые еще такие я видел. Настольные. Кто это вообще так хорошенько пронырнул, что их во всех отелях ставят. Это просто жесть. И не только. Да и в кафе, и в отелях. Короче, такой дизайн. В ардосе такой видос. Тоже застройка такая крупногабаритная, как в Пекине. Друзья, это просто праздник какой-то. Я спустился вечером на ужин и охренел, короче. Тут, короче, есть все. Ходить никуда не надо. Еды до херища. Все то, что я люблю. Мясо, стейки, блядь, рыба всяк. Все острое. Китайское байдзю. Есть пиво, есть вино. Блин. Короче, я в восторге пока. То, что я взял. Кашуары. Тут кабабикинский. Бульончик. Байдзю немножко на донышке. Для вкуса. Сейчас еще пойду возьму мясо. Ну, короче, это да. Это что там? Посмотрите на этот плит рай. Жесть. Ребята, оказывается, это город-призрак тут рядышком. По сути, это тоже частично. Тот, который был настроен, построен и не сильно заселен. Очень интересно. Доброе утро. Блин. Еще закрыт магаз. Сболтаем. Сболтаем. Молтаем. Триги где я. Вот эту марку вижу уже второй раз за эту поездку. Ее везде активно выставляют. Я видел шоуром. Здесь она стоит в отеле. внутри все стандартно уже как бы удивить особо нечем все похоже друг на друга все те же плавные линии модный дизайн все электро но паршированной электроникой скорее всего запас кода уже такая машинка короче прохладненько тут с утра приятно градусов 23 25 по сравнению с пекином где 36 37 это просто кайф первое впечатление о бордосе довольно гуд потом я узнал на самом деле что это же город призрак даже варламов про него снимал одно время видосы но это было давно он уже заселился то есть город уже ожил и полностью но частично но это именно город призрак который был построен и был пустым другие моменты я еще не понял хочу ли я куда-то ехать на экскурсию себе тут пустыню наверное нет какие-то местные достопримечательности может быть скорее всего два дня буду на выставке и вряд ли я буду тут особо много снимать в плане местного ну что особо мне что-то пока кажется что может быть особо ничего и нет кроме надгольской еды мясо водки и больших зданий выставочный комплекс оказывается у нас вообще практически через дорогу автобус у нас провез 3 минуты короче все это похоже на гигантскую такую постановку первое впечатление что холл маленький и ну то есть выставка небольшая вообще то есть сейчас всех запустили мы такая делегация иностранцы у нас вообще мало всем человек в разных стран француз девочка с румынии я из германии прошел по квоте нас ждут сапплайеры здесь которые просто страдают я-то вижу как они работают сумасшедшие у нас член нашей делегации из армении просто должны стать моментально профессиональными актерами и изображать разных бизнесменов посмотрим что из этого получится очень интересно можно разложить положим туалет вот сюда вот направление где-то там вообще очень забавное впечатление сейчас такой включился какой-то прям фан можно будет потом поприкалываться для начала сейчас разведу обстановку как ты чё вообще про обстоит такой молодой октябрь какой-то впереди на монгольские кони она виза как самая известная европейка с этим так это короче или уже открытие или это репетиция открытия мне кажется репетиция потому что мне кажется какие-то должно быть часов девять спасибо здесь места в Монголии в Баване я понял кем я себя ощущаю здесь я себя чувствую хантером Томпсоном страх и ненависть в Лас-Вегасе помните когда он освещал гонки вот именно гон за репортаж ну правда я не участник выставки немножко тут по-другому но примерно вот такая же фигня мне не отправляли я сам сюда попал но по большому счету да я такой член делегации но это то есть такая постанова это так прикольно посмотрим что из этого получится логотип снимает пиздец говорит очень красиво так здесь пока такая самая-самая массовка они стоят издалека а я думаю они будут сейчас набегать короче туда дадут команду короче и они все побегут на видео только что девчон поцеловал девачку это видео кстати снято неплохо я тут так быстро переключаюсь с одного на другое то есть вот короче это люди ждут открытия выставки я тоже жду торжественного открытия самом деле я думаю что я обойду эту выставку блять за два часа я не знаю и что я тут будет делать еще завтра я наверное поеду на какую-нибудь могилу Чингисхана если она реально находится здесь ну понятно что я найду отсюда парочку достойных вас на щегол это сто процентов я уже заметил парочку интересных с хорошими товарами есть много непонятных штук выглядящих слишком там по-рыночному а есть очень интересные некоторые стенды вообще пустые нет стендов некоторые довольно таки ничего ну в основном центральные сейчас первым делом просто делаю такой бриф лук сначала бегу все посмотрю как и любую выставку главное сложить картинку в голове что где находится вообще что здесь есть а потом можно уже обходить точечно общаться возвращаться куда-то а вот ребята будут стримить вот это нормально это более правильный вариант потому что тут аудитории по сути нет а вот с помощью стрима все должно получиться девочки нам там уже готовы сниматься вообще короче это еще мне напоминает ситуацию в китайских клубах если вы знаете как там все обстоит то может слышали может как-то даже участвовали в такой фигне то туда нагоняют там студентов моделей красивых иностранцев которым дают бесплатный столик бесплатное бухло это один из таких приятных лавайских бонусов когда ты живешь в китае не во всех городах вот гуанчжоу там такого особо не практикуют а вот например в пекине и в шанхае где мало иностранцев именно живущих там такое довольно часто и есть тоже еще люди которые работают в толпе они танцуют активно они по сути разогревают но они как вроде как выглядят как обычные посетители они просто создают видимость что народ тусит а все остальные там начинают потихоньку раскачиваться тоже танцевать то есть это все короче продуманная схема девочки там по периметру сидят проститутки там или какие-то еще такого рода они сидят в телефонах в общем если ты заходишь если ты шаришь ты заходишь и ты сразу всех вычисляешь всех актеров кто там стоит за столиком кто там стоит почему эти люди так бешено танцуют а если ты приходишь первый раз тебе кажется о прикольно так оживленно все столько всего происходит столько людей вроде как но классный клуб а по факту смотришь раз два три это все разные актеры вот ну китайцы умеют короче инсценировать поэтому в данном случае здесь актеры мы здесь у нас будет короче матчмейкинг вот скоро готовятся здесь мы будем встречаться с потенциальными поставщиками вообще кстати интересная ситуация вот с языком мы группа иностранцев англичанин француз немец такой как я украинский немец в принципе даже если бы мы вот иностранные посетители да вот мы приезжаем на выставку стоят китайцы они не отупляют вообще на английском и пытаются что-то показать как они хотят привлечь клиентов иностранных и вообще как они собираются с ними общаться если они вообще даже никак не говорят на английском но это при встречается на многих китайских выставках с другой стороны если ты такой окей ладно буду с тобой говорить на китайском да им ты начинаешь парить на китайском задавать вопросы у него не возникает вопроса типа а подходит и знаешь китайский типа ты что учил где-то учил ну то есть это логично да учить китайский не быстро очень нужно потратить много времени и зачем то есть ты типа должен быть китаист или ты студент то есть сразу должно возникает сомнения в том что ты реальный бизнесмен который приехал на эту выставку так мы пришли в пери для бизнес матчмейкинга такое интересное ощущение когда ты находишься в чате там тебя организаторы такие кидают пусками сообщения и направляют вот вопросы задавайте такие вопросы вот ва ваше название компании которые представляете вот ваши виситки вот короче здесь сейчас будет матчмейкин и подходите сюда и так говорят они думают как его круто мы такие кухловоды они на нас работают такие короче такие типа управляют это вы короче так классно вообще разыграли всех вообще всех обманули китайцев обманули от них денежки взяли да здесь люди тоже на нас работают вот очень забавно чего-то только не насмотрелся максмаре гуччи все они делают копируют тут на сэмблах короче не все элементы одинаковые но это короче гучи он максмаре пальто чувак фигачит и даже не в общем уже оживление вы видите есть какой-то да уже народ ходит вроде как что-то закрутилась завертелось не так что печально как начали понятно что это в основном китайцы но блин я все равно не понимаю как я тут про тяну два дня я могу реально обойти все стенды со всеми переобщаться так и сделаю потому что много интересного все-таки узнается когда общаешься ты видишь он говорит вот макс мара да вот я знаю там завод вот мы короче образец вот мы его делаем вот короче шанель вот еще другие бренды да вот короче топовые кашемировые кашемирные бренды какие-то из германии из других стран европы поэтому почему нет как раз можно в этот рынок войти все изучить ну естественно им очень интересно узнать экономику да какая какая маржа и я пару центов покажу для понимания для лучшего понимания такое пальто похоже там на бакуару далее стоит в районе 300 долларов бывает двух видов в стопроцентный или бывает 50 процентный кашемир то есть это была цена на 50 процентный цвета такие прикольные даже не знаю насколько еще почему бы и нет кроме кроме черного бежевого разного вида бежевого вот она стопроцентный будет почти в два раза дороже соответственно про нее 3000 по моему и 100 процента 50 процентов дороже прикольно что реально много цветов разных есть даже такие вот зеленые прям да и прикольно розовая голубое которое вот я потом а это видимо из отходов производства делают такие всякие штуки к данные они мне нравится как она просто ржет и я реально хочу поснимать искренне просто восхищается этими штуками это чтобы никто не болел коронавирусом шутка у меня такой инсайд что из-за семи человек нас там которые иностранцы эта выставка приобретает международный уровень русские приезжают и азербайджанский какой-то там посол выступал тем не менее несколько иностранцев которые ходят по рядам сразу такие поднимают статус этой выставки другой момент который хотел рассказать стою я на стене стою с китаянкой который переводчица вы приставили ко мне я такой официально там все общаюсь задаю вопросы узнаю детали подходят полицейские и такой пожалуйста предъявите документы ну и начинает там проверять кто вы откуда с какой страны где живете у меня паспорта при себе не было говорит а вот отель вот рядом нашел там показал номер паспорта они записали вот такая проверочка такая внезапно хочу тут делать а пожалуйста расскажите блин какие пайдзы тут есть смотря какой трейдмарк смотря какой цхай ляо тайский ладь видно есть нечего но покрывать можно самое прикольное что тут еще до сих пор висят открытки с кого-то кто это будет есть в этих местах ты до сих пор иностранец еще может себя почувствовать достопримечательностью с которой фотографируются который мы так говорят смотри какой но дети понятном они могут в принципе дети не сдерживают эмоции да они могут смотреть на тебя там вообще вылупи в глазах если никогда не видели тебя иностранцев других но взрослые тоже такие вот это вот правильные глаза это правильные глаза а вот это неправильные глаза это просто от другой игрушки наверно да просто какие были глаза переставить куклы барби все оставили прошел обед что людей почти нету куда-то расслабились после еды это короче настоящие монголы не внутренние а внешне такая у них короче прикольненькая реклама а вот у них такие вот монгольские не иероглифы вязь китайские это монгольские такое вот например кашемировая штучка легенькая прозрачная почти не прозрачная 800 и они пальто кашемировая трешку стопроцентная если прикольно как они короче расписали прямо сидят свою структуру компаний то есть компаний много например здесь эти которые занимаются чисто кашемиром кашемир процессе инвлесьяне потом отцовская компания по один еще какие-то еще кооперейтер динься куча компаний офис доллани под гуанчжоу в разных городах связанных с стилем короче чтобы везде присутствовать очень интересно так наблюдать прям зачем они конечно это сделали наверно потому что есть вопросы у клиентов что много компаний и непонятно вообще с кем они взаимодействуют видимо там все хорошо продумано об этом плане вот это выглядит довольно профессиональной с рекламой неплохо у них с линейкой просто разные изделия в одном цвете с ними можно пообщаться иногда ты смотришь просто рынок рынок вообще да вот здесь во-первых завод местные ордос и короче прям они выставили модели которые они могут делать да то есть всех по одной цвета практически одинаковые все адекватное вообще естественно на китайском полностью это фабрика выглядит пообщался с ними А еще нас заставляют ходить на бизнес-митинги и общаться с китайскими фабрикантами. Это обязанность такая. Два бизнес-митинга в день. Ну, мне, конечно, по приколу, но в целом, чтобы вы понимали, как это устроено все. Известны факты, когда китайцы приглашают демонстрацию, вот именно играть в самих себя. Где нужно быть просто американцем или немцем, которые присутствуют на переговорах, или поднимает статус, просто сидит за столом там, со всеми кушает, или помогает в какой-то комбинации разыграть, сказать, что да, это мой там иностранный клиент, и он приехал, сейчас требует скидку, давайте там дадим ему цену хорошую. Или, например, там тоже выбить какие-то условия, в общем, неважно. Но его смысл просто сидеть, молчать и быть иностранным лицом, представительным, может быть, там рубашечки, костюмчики, как правило, это такие уже в бодрости иностранцы, они на это легко соглашаются, это easy money, за это платят прям деньги, им не часто, но на самом деле есть такая работа. Вот сейчас я первый раз чувствую в такой роли, довольно забавно, прикольно, вряд ли я повторю такой опыт, но как минимум один раз это интересно. Производитель для сырья и материалов он делает, причем даже, вот, новые материалы для таких, например, как Шанель или Лорапьяно, его заказывают, и он именно поставляет в Европу. Это супер качественное, дорогое сырье, и разрабатывает новые материалы даже. Смотрите, какие маленькие есть пальтишки, супер-пупер дорогие чувак, который, да, делает сырье. Вот, а тут такие, короче, у него сэмплы висят. Они тоже же и шьют, в принципе, в первую очередь продают сырье, делают сырье. В основном 90% кашемира, ну, в принципе, одинаково оно, выглядит все очень хорошо. И вот, например, свиток, который они продают, это вот интересная фабрика. 100% кашемир, продают в Корею каким-то брендом, в принципе, и стоит он 30 долларов. На секундочку. Качество офигенное, по мягкости вообще он классный, и могут от 100-200 штук продавать. Тестирую по себе, говорится. Девочки стоят, меня уже китайцы переводят, помогают. Ну, да, вот это все, вот, вот. Швак делает из верблюда одежду, и сырье, и одежду они шьют, и это, короче, очень прикольно. И прикольно еще тем, что на ощупь это как кашемир, я думал, что это кашемир, но это стоит на 50% дешевле. И вот, например, верблюжья шерсть, с которой он это все делал. Такие вот штуки, он делает и пряжу. Пряжа, говорит, на 30% дешевле, но цены кашемира, а если в таком виде уже в сыре, то как минимум 50% дешевле. Смотрите, какая штука. Вот это, короче, настоящее монгольское отъявство. Арбузский. Windows. Да, это наши друзья будущие. Мы попали, короче, на раздачу. Да! Сауды, сауды, мейтс. Сауды пойди. Кガаду я и правду. Да, это не так. Я ищу. О-А-А. Мы... М Agent, у нее нет. Спасибо. О-А. О-а-А. О-А. О-А, осталась аккуратней, кафе. Ка-А. О-А. О-А-А. 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 Горня-какайя-какайя. О-А, одно-какай. О-А, есть аккуратней. О-А-А, есть аккуратней. О-А. О-А-А. Мы попали, короче. Вот такой вот Four Seasons, короче, тут. Мы сидим с китайцами молодыми айтишниками. Мы купим локальное пиво. Короче, они кидают сюда ягодку вот такую, короче. Это... Ян Мэй. Короженая ягода. Кушают горошек или нет? Мау ду. Ты пьет крафтовое пиво. Чемпионное. Ты хочешь приехать? Нет, я не хочу приехать. Хахахаха. Чемпионное. Гулацом сурене. Гулацом сурене. Пытается войти дальше в лифт, его не пустили и он поехал, короче, куда-то. Что ты, дружбан? Куда ты собрался? У нас бы его точно могли попинать просто по приколу. Сейчас он едет, скажет, а ну его нафиг. Я пошел домой. Едем на могилу Чингисхана. Если она здесь есть, то мы едем туда. Канбаши тоже уже. Мы уезжаем в Канбаши. Точнее проезжаем его. Вот эти все дома, они все устроены, устроены. Город-призрак. Говорят, кто-то живет. Мы приехали посмотреть на могилу Чингисхана, если это можно так назвать. Ну, точнее, справки еще не наводил. Возможно, не могила или какой-то мазолей. Недо точной информации. Но, в любом случае, это место стоит посидеть, раз уж мы здесь. Выглядит как вокзал какой-то. Берем переводчик, чтобы хотя бы что-то понять об этом всем. Билет стоил 90 юаней. И это волшебно, потому что сейчас на путь вот идет реконструкция. Видимо, они все открыты. Да, ты профессионал. В общем, побывал я в мавзолее Чингисхана. Снимать нельзя. Ну, то есть, действительно, здесь вроде как мавзолей. То есть, стоят такие деревянные резные саркофаги, да? Как это называется правильно? Левое крыло, правое крыло. Очень много артефактов. В том числе, там, его шлем, различные монеты, его фамильное дерево, вырезанное в тех же времен. Познавательно, интересно. Ну, если в Ордосе, как бы обязательно, я думаю, стоит посетить. Это магазин такой здесь сувенирный. Юрта. Магазин-юрта. Внезапно мы заходим в магазин сувениров. GPS-автоматический путеводитель, и он сразу включается и говорит, покупай, покупай, покупай. На самом деле, не так. Это мои фантазии. Если бы он говорил мои саны, это было бы неудивительно. Вот, из прикольного, дорогого, здесь можно купить такое, типа, седло. Седло Чингисхана. Довольно немаленькие деньги, на самом деле. 500 долларов где-то. Вот. Или такую вот его, нельзя сказать, статуэтку. Тоже довольно дорогие. Такие на подарки. Вот, кстати, прикольная штука. Ля Бадзю. Реммаха. Очень удобная. ЛГБТ-шные такие тоже украшения. Как раз к сезону. Сейчас в Дерлине сезон. Кристофер Дей. Упс, это же ты. А вот и мавзолей Чингисхана. Ничего. На самом деле, вот. Вот эта могила. Останки мавзолея, да. Она именно здесь. Отдельно. Под открытым небом. Это все. Здравствуйте! Это у нас молочный чай. Зафиксирую просто, чтобы это было для истории. Выглядит светое бис. Чай, как раз, и соленый. Мне это понравилось. Еще я нашел здесь облуднику. Это двух видов. Они это выращивают, это эмоциональное местное. Тоже достопримечательность. Вот еще в таких вот бутылочках тоже офигенно. Респект. Снова в этом зале. Снова здравствуйте. Приехал. Вызвал лифт какого-то. Даже банк. Я пойду на 16-й. Все дома путешествуют. Короче. Вызвал себе. Проехал. Ну что, друзья. Последний день в Ордосе. Завтракаю. Для себя так подвожу итоги этой поездки. Для вас тоже хочу поделиться. Вижу одни плюсы. И мне очень прикольно было понять вообще, что здесь происходит во внутренней Монголии. Вообще, что такое Ордос. Это такие монголы. Здесь совсем по-другому. Такой Китай. Не южный вообще. Да. И не северный тоже. То есть монголы это все-таки такая немножко другая идентичность. Что касается такой поездки на выставку, то я думал, что это будет что-то такое совсем дикое в плане плохое по организации. И люди будут тоже там возможно какие-то случайные, неинтересные. Вот. Но оказалось все намного лучше, чем я думал. То есть организация отличная. Жаловаться не на что. Пятизвездочный отель. Тебе все включено. Перелет тебе оплатили. Что было приятным бонусом. Хотя я бы сюда и так прилетел бы. Как бы у тебя тоже есть обязательства. Да. То есть участвовать в бизнес-митингах. Быть на выставке. Играть такую определенную роль. Но это было довольно забавно. Интересно узнать новую отрасль для себя. Кашемировый бизнес. Его специфику. Потому что после этого, после общения с парами десятками фабрик. Ты уже становишься специалистом в этой области автоматически. Ты уже знаешь чем отличается сырье разное. Почему одна цена, почему другая цена. Какие цены в среднем по рынку. Какие есть дешевле. Ты знаешь источники крупных брендов. Где они закупают. Это было очень интересно и полезно. Я нашел здесь новых друзей. Среди нашей небольшой компашки иностранцев. Я подружился с девочкой из Румынии. И чуваком из Испании. Причем он оказался таким братом по духу. Потому что он тоже бомбит ютуб. У него тоже есть книги по Китае. Он своим путем абсолютно развивается. Это было очень интересно. Узнать его инсайдерскую инфу. Как он ведет бизнес. Как он строит отношения с клиентами. Как он естественно тоже набирает подписчиков в ютуб. Я узнал очень много нового для себя. Его зовут Атриан Диас. Очень прикольный чувак. Мы с ним все дни вместе тусили. Много общались. Ездили по пивным барчикам. И это было очень прикольно. Если так брать в целом по поездке. То есть новый опыт. Новый регион как путешествие. Мы были на Мангиле Чингисхана. На Мавзолее Чингисхана посетили. Посмотрели город Призрак. Посмотрели Ордос. Круто. И узнал новую сферу. Получил новых друзей. Получил новый экспириенс. В принципе это то что я делаю в своих турах. То есть я тоже самое стараюсь. Чтобы люди получили путешествия. Пользуя для бизнеса. Они идут в первую очередь для бизнеса. И новых друзей. То есть наверное даже вот так вот. Три вот этих вот главных составляющих. Могу рекомендовать. Надеюсь что вам видео это было полезно. Интересно узнать о моих таких вот приключениях здесь. Вы знаете что Китай действительно огромный. И его можно открывать бесконечно на самом деле. И вот внутренняя Монголия оказалась очень крутой. Я бы сюда еще хотел вернуться. Завтрак мы. Фруктики. Яичница. Супчик. Прикол. Мишка семерный. Лечу в Чжан Зядзи. Лаовайский бонус. Зашел в бизнес класс. Зарегиться. Меня быстро обслужили. Вся регистрация заняла блин наверное минуты 3. И очереди не было. Ну что друзья. Покидаю Ардос. Это были прикольные 3 дня. Вначале можно сказать что я был в замешательстве немножко. Затем я понял что здесь очень много всего интересного. Мне понравилась еда. Мне понравилась природа. Мне понравились достопримечательности. Выставка на самом деле тоже понравилась. Те производители которые вот с которыми я общался. Они действительно очень приятные. С ними можно работать и устанавливать долгие отношения. Ну от первого источника можно сказать да Кашемиру можно здесь купить. И здесь на самом деле просто ну интересно попутешествовать. Здесь совсем другая красота. Дикая природа. Такая кочевническая такая движуха такая не знаю классная. Я думаю казахам очень понравится. Всем кто любит такую трушную такую культуру. Монголы себя внутренние монголы да тоже называют монголами. Многие. Ну хотя тут они на вид ханьцы. В принципе это Китай. Но рекомендую сюда все таки прилететь при случае. Очень рад что мне такая возможность удалась. Если вам понравилось это видео. Ставьте обязательно лайк. А если у вас появились какие то вопросы по ордосу. Пишите в комментариях. Или пишите мне в личку в инстаграм. И до встречи в следующих путешествиях. До встречи в Китае.